Завершилась очередная 29-я сессия Народного хурала Республики. В первоочередном порядке парламентарии рассмотрели вопросы, касающиеся внесения изменений в ряд законов Калмыкии. Всего же в повестке было рассмотрено 20 вопросов. Особое внимание парламентариев было уделено вопросам социальной направленности, среди них поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также защита прав инвалидов. Так, в ходе заседания было предложено внести изменения об увеличении предоставляемой единовременной выплаты на проведение ремонта с 70 до 100 тысяч рублей для производства ремонта жилых помещений. Напомню, закон действует с 2013 года. За это время 76 детей до 23 лет получили выплату. Опять-таки, возвращаясь к статистике, почему подтверждение моих слов, согласно той статистике, которую промониторил наши специалисты аппарата Министерства названия МОК Республики Памыки, данная статистика свидетельствует о том, что данные выплаты заявления подают не в таком большом количестве. В качестве примера, за последние два календарных года, 2020 год, это 6 человек, 2021 год, это 5 человек, кто заявился на получение данной выплаты. И по состоянию на 1 июля текущего года у нас нет ни одного заявления. Таким образом, принятие данного проекта, опять-таки, будет способствовать повышению государственной гарантии прав детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но только в позитивном моменте. Кроме того, депутаты обсудили законопроект об установлении квоты для приема на работу инвалидов. Согласно закону, предприятие, имеющее штат свыше 100 сотрудников, обязано принимать на работу не более 3% от среди списочной численности работников. На сегодняшний день в республике Калмыкия проживает 20 643 инвалидов, из которых в трудоспособном возрасте 10 915 инвалидов, это более 50%. Из числа инвалидов трудоспособного возраста работают на сегодня 2676 инвалидов, что составляет 24,5% от трудоспособного населения. Как я уже сказала, в республике ведется планомерная, выстроенная, планомерная комплексная работа по повышению уровня занятости, которые обеспечивают занятость инвалидов. Ключевым моментом здесь является постоянный мониторинг службы занятости именно тех работодателей, которые подпадают по нормам закона о квотировании рабочих мест. По данным мониторинга, на сегодняшний день у нас 266 таких работодателей, которые заквотировали рабочие места, это более 90% от всех работодателей, которые осуществляют действие на территории республики, которые подпадают под именно нормы этого закона, то есть у которых численность работников больше 35 человек. Накануне многие вопросы прошли бурные обсуждения в комитетах, отметили депутаты, по некоторым из них единогласно были приняты решения. Некоторые же прошли всего лишь первое чтение с условием доработки и приведения законопроекта в нормативное состояние к следующему заседанию.